Привет всем, меня зовут Олег, и данное видео будет специфическим, и если вы пока еще не сильно глубоко в блогинге и видеосъемке, скорее всего вам будет не очень интересное данное видео. Сегодня будет обзор и, наверное, минутка хвастовства, так как я обзавелся еще одним гаджетом в своем арсенале для видеосъемок. Я очень долго думал, стоит ли брать его или нет. Кроме того, это устройство требует приобретения определенных навыков для использования. Но в любом случае, девайс интересный и, я думаю, что очень стоящий. Я думаю, что вы поняли по названию, что это электронный трехосевой стабилизатор CUTECH MG Lite. В интернете я не нашел много обзоров на него, включая и англоязычный сектор. Начнем сразу, почему был приобретен данный девайс. Во-первых, потому что я снимаю на DSLR, без зеркального типа, а именно Sony Alpha 6300. И стабилизация есть не на всех объективах. Во-вторых, та стабилизация, которая есть в объективах, недостаточно для того, чтобы снимать так, как я хочу. И в третьих, новые модели стабилизаторов вполне стали доступны обычному человеку. Как всегда, начну с комплектации, которая сразу вызывает ощущение чего-то профессионального. В общем, все идет в черном чемоданчике из достаточно жесткого пластика. И внутри все выложено пеной. Внутри лежат сам стабилизатор, 4 аккумулятора формата 18650, зарядное устройство на 2 аккумулятора и кабель питания. Начнем с того, что перед использованием нужно стадикам настроить. Делается это при помощи приводов по отношению к камере. Лично я рекомендую перед настройкой камеры поставить на стабилизатор вот такой вот адаптер. Он подволит снимать и одевать камеру без шаманских танцев. А просто втыкая ее на место. Кроме того, нужно снять с камеры все ненужные аксессуары. И вставить аккумулятор с картой памяти. Как настраивать стабилизатор вы можете найти в инструкции. К сожалению, мне не удалось настроить стабилизатор при использовании объектива 18105 для Sony. Так как камера постоянно перевешивала вперед и, кроме того, моторы шумели. Что явно говорит о некоторой перегрузке, что для моторов не очень хорошо. Поэтому я буду использовать данный стабилизатор с 16 мм объективом-блинчиком. Что тоже вполне неплохо, так как данный объектив занимает мало места и, кроме того, у него выше светочувствительность. Сам этап по настройке стабилизатора я пропущу, так как она одинакова почти для всех универсальных стабилизаторов, включая The Young Crane, Beholder и другие. Включение стабилизатора производится одним нажатием на единственную кнопку и переводит стабилизатор в режим следования за рукой, кроме горизонта и фиксации взгляда на объект. В нем камера во время вращения медленно и плавно следует за движением руки. Двойное нажатие на кнопку включает так называемый режим полного следования за рукой. Что означает, что независимо от нашего движения, камера всегда будет направлена в том направлении, как в начале. А чтобы выключить стабилизатор, достаточно держать кнопку нажатой в течение трех секунд. Есть еще другие режимы, но я пока не совсем понял, как ими пользоваться. Кроме того, управление можно осуществлять при помощи вашего телефона. Ну и еще есть джойстик на самом стабилизаторе, который можно переворачивать и менять угол камеры. В плане времени работы у меня пока получилось использовать девайс в течение около 4-5 часов. В плане использования стабилизатора это довольно интересный челлендж, который в любом случае требует приобретения определенных навыков. Но даже так видео из него получается более интересное, чем просто струк. Но стабилизатор, к сожалению, при обычном стиле ходьбы не 100% компенсирует шаги. Для эффективного использования данным стабилизатором мне нужно будет изучить так называемый операторский шаг. В остальном же я доволен устройством. Оно достаточно компактное, универсальное, стоит разумных денег и покрывает большую часть необходимых мне моментов. В общем, вот так вот. Если у вас есть вопросы, то задавайте в комментариях, а я пойду практиковаться с аппаратом. Всем спасибо и пока! Субтитры подогнал «Симон»!